Скандальная история Бабиш-младший заявляет, что в Крым через Россию его завез россиянин Петр Протопопов. Это муж партийной коллеги и бывшей советницы Бабиша-старшего Диты Протопоповой. Сын премьера говорит, что ехал в Крым против собственной воли. Женщина Дита Протопопова мне сказала, можешь выбрать, либо ты поедешь на каникулы, либо мы тебя закроем в психиатрической клинике. Я выбрал каникулы. Меня пугает этот человек, этот Протопопов. Я боюсь его. Он со своей женой, его жена психиатр. К ним было большое доверие, но они этим воспользовались. После публикации этого интервью, премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что его сын действительно был в Крыму. Но подчеркивает, что насильно его никто не удерживал. Просто Бабиш-младший страдает шизофренией. Если кто-то не верит в его болезнь, тогда почему в 2015 году, как он сам когда-то писал, его задержала полиция и увезла в психиатрическую клинику в Гавличку в Амброде, где его лечил доктор Гэшел. В подтверждение того, что сын был в Крыму добровольно, премьер публикует вот эти фото. Мы их внимательно рассмотрели и заметили интересные детали. К примеру, фото с шиншилами сын премьера сделал в Севастополе, на набережной Корнилова в артиллерийской бухте. А вот о блондинке с этого фото в своем интервью вспоминал и Петр Протопопов. На встречу с ней Бабиш-младший ездил даже на материковую Украину. Энди очень хотел к ней поехать. И я сказал ему, эй, парень, Кривой Рог – это не земля обетованная, а Мордор. Тюрьмы, шахты, наркоманы. Но он все равно настаивал, что хочет туда поехать. Поэтому мы взяли машину и поехали к ней. В интервью для чешского издания «Новинки» Петр тоже отмечает, что Андрея никто насильно не удерживал. А в Крым они ездили вместе дважды. Вы знаете, что я не чех, поэтому с моей точки зрения это не аннексированная территория, а часть России. И почему Россия? Ну, на других языках, кроме чешского и русского, я просто не говорю. Так называемые каникулы сына на аннексированной территории поддерживал и сам премьер-министр Чехии. И в этих поездках не видит никаких нарушений. Когда он вместе с господином Протопоповым отправился в путешествие в Россию, он туда поехал по визе. Они посетили Крым, а после этого были несколько раз в Украине. Я не понимаю, почему этому уделяют столько внимания. Почему же премьер прятал сына в Крыму? Андрей Бабиш-младший тоже фигурант коррупционного скандала, который тянется еще с 2008 года. Тогда семья Бабиша выкупила старинную ферму и переоборудовала ее в элитный комплекс для отдыха. Теперь здесь тренажерные залы, ресторан, гольф-клуб и конюшня. Называется это место «Гнездо Аиста». Суть скандала заключается в том, что ремонт этого имения частично сделали за средства Евросоюза. Это более 2 миллионов долларов. Эти деньги ЕС выделял на поддержку малого бизнеса, а потратили их на элитный комплекс. Премьер-министр Чехии от обвинений в коррупции открещивается и заявляет, что «Гнездо Аиста» принадлежит не ему, а его детям. В частности, Бабишу-младшему, который страдает от психических болезней. А резонанс вокруг себя называет спекуляцией и давлением на семью. Я хочу только сказать, что СМИ используют ситуацию и издеваются над больным человеком. Мне бы на вашем месте было бы стыдно. Справка о психическом расстройстве имеет не только Бабиш-младший, но и его сестра. Этот документ, по данным чешских журналистов, им выписывала друг семьи, психиатр Дита Протопопова. А свои диагнозы дети премьера получили сразу после того, как возбудили уголовное дело о гнезде Аиста. С этими медицинскими справками показания детей Бабиша суд может не принять во внимание. Я хотел бы обратить внимание на то, что есть противоречия в том, что говорит Протопопов и Бабиш-старший. Протопопов отмечает, что Бабиш-младший самостоятельный и способен отвечать за свои поступки. В то же время Андрей Бабиш-старший утверждает, что его сына невозможно воспринимать серьезно. В чешском сенате словам премьера не поверили. И почти половина депутатов призвали своего руководителя уйти в отставку. Сенат считает работу Андрея Бабиша в правительстве Чешской республики неприемлемой до конца расследования по подозрению в мошенничестве по делу гнездо Аиста. Сенат высловил свою думку, но пока что голосования за вотом недоверия к премьера и уряду не было. Наразі в сенате, где 200 депутатов, нужно 100 плюс 1 голос депутата, то есть 50 плюс 1%, чтобы Андрей Бабиш пошел в отставку. Наразі пока что вопросы от отставки поддерживают 90-92 депутата. Скандал с крымскими каникулами премьерского сына уже набрал такие обороты, что помимо депутатов уйти в отставку Бабиша-старшего призывают и чешские избиратели. Вот многотысячная толпа на Вацлавской площади, в самом центре Праги. Здесь требуют отставки премьера. Что объединяет Бабиша с Крымом? Ну, это мы еще посмотрим. На это сложно ответить сейчас. Но я уверен, что-то точно объединяет. Я думаю, что эта история связана с дружбой с Путиным. Земан Бабиш, Россия, Путин. Сын чешского премьер-министра Андрей Бабиш-младший обвиняет своего отца во лжи и готов свидетельствовать против него в полиции. Правда, по телефону. На следующей неделе Сенат должен поставить на голосование вопрос об отставке премьер-министра. Независимо от результатов голосования, пророссийски настроенный президент Чехии Милош Земан уже выразил поддержку Андрея Бабишу. Он объявил, что именно ему при необходимости поручат формирование нового чешского правительства. Игорь Токар, Владимир Паутов. Для Крымреалии.